Пожар мог произойти из-за искры от сварки. В подвале ГКБ номер один вспыхнули старые вещи. Об этом и других возгораниях в сюжете нашего корреспондента. Накануне сильный дым повалил из хирургического корпуса Новоровского. Возгорание произошло в пятиэтажном здании горбольницы номер один. По данным МЧС было установлено, что из подвала идет дым, горели бывшие в употреблении вещи. По предварительным данным на первом этаже здания проводились ремонтные работы. Искра от сварки попала в подвал через отверстие в полу. Там находились вещи, которые и могли вспыхнуть. Спасатели работали по повышенному рангу сложности. На место выезжали 38 человек и 13 единиц техники. В том числе от МЧС России 34 человека и 9 единиц техники. Также был привлечен специальный автомобиль дымоудаления. Возгорание ликвидировано на площади 20 квадратных метров. Никто не пострадал. А в Курчатовском районе пожарные спасли 10 человек из многоэтажки. В доме по улице Ворошилова на седьмом этаже загорелась квартира. Дымом заволокло с шестого по девятый этаж. По данным МЧС огнем была уничтожена внутренняя отделка квартиры, мебель, бытовая техника. На месте работали 23 человека личного состава и 7 единиц техники. Короче, ударила молния, как я понимаю. Ударил и вот дом загорелся. Пожар случился в поселке строителей. По словам людей, молния ударила в столб рядом с домом. После чего начался пожар. Молния била очень сильно. Причем по всему району била. Вот погодила, блин, в самый красивый дом. Жильцы выбрали самостоятельно. Пострадавших нет. А в Златоусте сгорел барак. Пожар произошел на улице Чернышевского. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Причины возгорания устанавливаются.